В одном из интервью вы сказали, что ошибка Ельцина была в том, что он окружил себя евреями. Кого вы имели в виду? Елюшин – еврей, Филатов – еврей. В администрации президента через один были евреи. Урлов – еврей. Как такое получилось? Я же не против них, пожалуйста, ради бога. Но если у нас, допустим, официально один процент населения евреев, почему должно быть в администрации президента 50% евреев? А как такое получилось? Ельцина – жена еврея. Ельцина – жена еврейка. А что, не Гершун? Нет. Ельцина – еврейская фамилия. Ельцина – наина. Какой русский называют наиной свою жену? Я когда ему говорю, Борис Николаевич, вы особо не хвалитесь на наину, он говорит, что она наина, потому что Пушкин называл в своей поэме Мирослава Людмилова наиной. Я говорю, вы хоть раз читали эту поэму? Нет. Там наина, она же злой гений. Что? Там же она на колдунге. Я говорю, что Пушкин ее назвал так именно, как отрицательного героя, а вы хвалитесь. И вот он придумал новую версию наина, что якобы Настя, якобы. И с детства ее так вот Настя, Настя, потом стали сокращенно называть Ная, а потом бах, и к 16-м годам вдруг ей в паспорт пишут наина. Только не бывает. Ну, он так вот выдавал, и вроде проходило. Ну, он так вот.